добрый день мои дорогие в эфире изо студия Степашкина Виктор Алексеевич и ее преподаватель Вишнякова Татьяна Викторовна значит сегодня у нас я покажу мастер-класс для детей лепки замечательного прекрасного цветка ириса из воздушного пластилина значит смотрите чем интересен чем удивителен этот пластилин он сам по себе очень легкий позволяет создавать модели достаточно такие сложные по форме достаточно характерные и при этом объемные значит очень важно хранить пакетики этого пластилина максимально закрытыми потому что когда пластилин соприкасается с кислородом да вот у меня испортился к сожалению кусочек да он он теряет свою вязкость и пластичность и вот превращается в в такой как бы подсохший пенопласт да поэтому значит после использования герметично обязательно вот эти пакетики вот так вот вот этими прижимами закрываем основание нашего ириса будет состоять вот из такой обычной палочки от суши итак начнем работу прежде всего вспоминаем наш основной закон о том что у нас в природе нет ничего одинакового поэтому давайте мы возьмем немножечко пластилинчика зеленого и немножко пластилина оранжевого и сделаем на нашей палочке такой окутывающий зеленовато-желтый стебелек значит обратите внимание как ну вот качественный хороший пластилин вот он немножко тянется словно сшивательная резинка значит соответственно мы сейчас с вами два вот этих пигмента аккуратненько вот таким образом перемешиваем чтобы наши зеленые не получался таким откровенно да из баночки слишком зеленым мы создадим зеленому вот эту вот колористику такую более сложную дальше мы пласт этого пластилина вытягиваем в некую такую ленточку а значит кто у меня из ребяток а вот по четвергам в клубе альтернатива занимался лепкой тот знает что мы используем четыре основные понятия при лепке пластилина пластилина это понятие шарик блинчик жгутик и ленточка да они нам позволяют в общем-то добиваться до достаточно такого интересного эффекта значит мы постепенно вот так вот тянем пластилин вверх можно так вот немножко с кручением и вот так вот мы вытягиваем листик вверх на палочке значит обратите внимание чтобы наши пласты пластилины не засохли лучше конечно вот эти вот блистеры на пакете закрывать таким образом мы формируем достаточно интересную красивую живописную веточку то есть стебелек ириса возможно где-то на доске для лепки или как у меня вот такой специальный коврик немножко эту веточку выровнять не обязательно ей придавать прям вот идеальную такую округлую форму потому что я повторюсь что как правило в природе присутствует мало чего одинакового чтобы эту форму сейчас слегка зафиксировать нужно просто дать немножко времени и оставить пластилин именно вот таким образом окутанный на палочке оставить на воздухе немножко обветрится в тот момент когда пластилин обветривается именно вот этот воздушный вот эта воздушная структура приобретает как раз вот такой вот более вот видите подсушенную такую твердость но при этом вот эти вот три кусочка пластилина который у меня был плохо закрыт он 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 невесомый он прямо легчайший он легкий очень очень легкий так я достаю еще небольшой кусочек зеленого и небольшой кусочек желтенького пластилина для того чтобы сейчас создать и вылепить имитацию листа для ириса опять же их вот так вот просто перемешиваю он очень легкий невесомо легко перемешивается чтобы немножко этому зеленому пластилину придать вот такую вот какую-то живость оттенка да я перемешиваю я формирую ладонями жгутик и дальше вот так вот на основе я распластываю этот пластилин в такой небольшой формы листик кто может быть бывал на даче тот припоминает что листики у ириса они напоминают лук они такие лукообразные вот таким образом опять же повторюсь не обязательно как бы эти формы делать излишне крупными да в природе листочки они так как они вырастают постепенно они могут быть и большими и маленькими и каких-то средних промежуточных размеров вот такой вот листик вот видите я его превратила в такую заостреную ленточку с помощью коврика или доски для лепки и вот так я его подравниваю теперь пока у нас вот этот пластилинчик на самом стебельке он такой полу высохший то у меня есть возможность вот таким образом этот листик вот так вот как бы какой-то частью какой-то стороной вот так вот с поворотиком допустим приклеить к стебельку можно сделать их там два-три листочка нам никто это не запрещает и опять же аккуратно положим основание для просушки теперь мы приступим мы приступим к тому что называют тычинками чтобы нам тычинки сделать более фактурными все достаточно просто мы используем используем опять же желтый пластилинчик и закрываем обязательно пакетик чтобы наши пласты не пересохли кто присматривался к тычинкам ириса тот наверное вспомнит форму такую очень необычную форму такой вытянутый вытянутой капельки вот таким образом я на доске аккуратненько выкатываю три капельки воздушного пластилина и смотрите я этим капелькам придам еще как бы дополнительную пушистость такой да это сделать достаточно просто мы сделаем вот так вот то рельеф точками я это делаю просто обычной шариковой ручкой не обязательно для этого доставать какие-то сложные стеки или там покупать какие-то дорогие на наборы ребятки то совершенно не обязательно значит вот мы вот так вот так вот так вот так вот так вот так придаем обычный шариковой ручкой некоторые пушистости некоторый рельеф этим самым тычинкам важно аккуратненько основания этих тычинок скрутить между собою сейчас мы это сделаем значит я беру и делаю из этих тычиночек как бы внизу вот такой вот небольшую склейку смотрите можно сделать вот эту вот склейку чтобы она смотрелась как бы тычиночки были немножко разными по высоте потому что мы следуем нашему закону природному что у нас мы стараемся в природных формах не делать ничего одинакового вот пока что вот это вот основание ириса она смотрится ну таким да вот немножко таким горбоватым но постепенно мы это исправим да вот это вот резкий резкий переход тычинок значит в стебелек у нас это все собственно скроется нашими основными лепестками еще я прошу обратить внимание что так как у меня осталось не очень много пластилина фиолетового вот к сожалению повторюсь вот часть засохла и он перестал быть пластичным да поэтому мы точно также для лепестков сделаем достаточно сложное смешение розового пластилина и фиолетового и это тоже будет по-своему красиво потому что потому что в природе до оттенки ириса они могут быть очень разными есть ирисы и фиолетовые есть ирисы и белые есть ирисы желтые и смотрите что я сделаю чтобы наше смешение оно получилось таким более как бы интересным и динамичным я оба пласта пластилина вот таким образом как бы телевизором да вот таким вот приклеиваю один к другому то есть я вот делаю таких два очень неровных неправильных треугольника и сейчас смотрите когда мы пласты начнем вот так вот складывать несколько раз объединять между собою раз сложили растянули опять в полотенчика в одном направлении у нас идет сложение сложили растянули вы сейчас увидите как он начнет очень интересно необычно замешиваться между собой сложили опять пласт и растянули его в одном направлении то есть не меняя направление сложения и вот у нас постепенно вот здесь вот достаточно изысканно розовый пластилин начинает замешиваться с голубым с фиолетовым вот видите да смешение получается очень такое интересное и динамичное и опять сложили пласт и опять его так вот в одном направлении растягиваем растянули и опять сложили то есть это нужно делать знаете до тех пор пока вот это вот градация пока вот эта структура полостилина не смягчится в более какую-то такую вот интересную природную форму не нужно чтобы у нас получалось вот здесь вот такая слишком жесткий переход слишком жесткая полоса из фиолетового в розовый да вот он постепенно такими вот нитями вот видите он как бы перемешивается между собой и это в принципе очень красиво и достаточно такой простой прием так и теперь мы вспоминаем да мы вспоминаем что часть лепестков у ириса то есть их шесть да их три лепесточка стремятся внутрь навстречу друг другу а три лепестка они соответственно от стебля ну вот как бы распахиваются да они отклоняются от стебля вот у нас примерно получился вот такой вот интересный пласт и возможно на вот уже сейчас на этом этапе конечно потребуется стека смотрите что бы мне сейчас хотелось сделать сейчас уже нужно достаточно оперативно этот пласт разделить на шесть кусочков то есть это будет наши шесть лепестков потому что сейчас вот я уже чувствую что он как бы начинает подветриваться подвяливаться да вот этот момент вот тоже желательно не упустить смотрите более такие розоватые фиолетовые лепесточки я сделаю внутренними более насыщенно фиолетовые я сделаю внешними на всякий случай чтобы пластилин не заветрился я его вот так вот накрыла полиэтиленовым файликом для того чтобы нам собственно уже сейчас начать делать внутренние и внешние лепесточки ириса их будет у нас как раз таки шесть штучек я начала с лепестков внутренних значит посмотрите я сделала такую плоскую как бы неправильную капельку это первое да и второе я немножко прищипываю вот так вот на лепесточках край и создаю как бы такую маленькую маленькую изящную гармошку по краям потому что мы вспоминаем да что у нас природные формы они все такие достаточно неправильные достаточно гнутые здесь не обязательно выдерживать прям вот какую-то идеальную идеальную сильную симметрию и также большими пальчиками я бы словно бы вот здесь немножко прищипывают центр лепесточка да как будто некоторое утолщение у нас и идет вот посмотрите от основания лепестка да вот таким образом прищипнули 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 остальное у меня пластилин пока вроде бы заветриваться под пленочкой не должен вот потому что вот нельзя вот допускать вот такого вот когда уже у нас кусок начинает крошиться и становиться таким дубовым немножко вот значит вот таким образом опа один мы внутренний лепесточек сформировали теперь уже сильно торопиться не надо потому что я понимаю что у меня остальные лепестки закрыты и они собственно не должны превратиться в не пластичную массу формируем второй лепесточек мы обязательно подтончаем и утончаем его краешки тоже делаем такой вот достаточно изысканный рельеф красивый посмотрите они меня вышли даже немножко разными по размеру как бы если размер различается не сильно это абсолютно ничего критичного так опять же я вот ему формирую вот такой как бы внутренний стержень вот такой вот видите да то есть чтобы он он стал как бы чуть-чуть чуть-чуть таким гнутым как коромысла да потому что это у нас внутренние лепесточки которые должны стремиться друг к другу это такое строение сама структура цветочка формирую третью плоскую капельку и точно также ей собираю в гармошку края собственно все это занимает недолго немного времени вот но на выходе за счет нашего очень такого красивого естественного смешения пластилина цветок будет выглядеть достаточно красиво гармонично готово так значит что мы делаем теперь значит теперь у нас уже вот этот листик основной вот видите да он уже прихватывается то есть он уже подветривается вот и сейчас мы аккуратненько вот таким образом примазываем собственно вот эти лепестки которые у нас внутренние 1 а я вот здесь они немножко друг с другом прихватились вот такой вот лепесточек 2 вот здесь он будет у нас вот и вот здесь вот лепесточек 3 мы его так вот аккуратненько прихватываем вот обратите внимание там где лепесточек у нас уже идет вверх яс я стараюсь этот пластилин сильно не придавливать один к другому значит вот так мы пока положим на дополнительное просыхание в несколько закрыт в несколько закрытом состоянии три вот этих внутренних лепестка и важно чтобы они все-таки сильно как-то между собой не схлопнулись не схлопнулись давайте я возьму сейчас вот такой вот тубус поддержку этой конструкции вот и собственно можно взять там какой-нибудь стаканчик да это великого то вот мы возьмем стаканчик вот таким образом вот и поставим его все и он сейчас тоже самое вот эта конструкция она встала на обвяливание на заветривание а мы пока что займемся лепестками вот этими более крупными и более фиолетовыми значит посмотрите внешние лепестки значит мне хотелось бы их сделать такими более ну масштабными да чуть чуть более масштабными и соответственно я вот эту капельку я ее распластываю просто пошире и сама масса пластилина она она побольше общая масса вот здесь у основания мы оставляем розоватый такой красивый выход и вытягиваем вот таким образом лепестки более более плотно опять вот посмотрите как поддавливаю да вот здесь вот я поддавливаю и соответственно по краю идет очень такое красивое утончение лепесточка неправильной формы немножко гнутая и такое очень природная очень природная здесь тоже знаете необходимо сделать как бы некоторую такую дугу дугу по центру но которая как бы у нас будет отгибаться вот таким образом в другую сторону то есть на раскрытие вот видите да значит вот лепесточек наш будет вот таким образом распахиваться на зрители вот так вот видите вот вот так вот из стебелек пойдет вот здесь вот один готов откладываем его он тоже самое должен сейчас на кислороде немножко окислиться и начинаем формирование второго лепесточка я немножко подтягиваю розовый пластилин вверх для того чтобы мне вот хотелось бы все-таки чтобы и на больших лепестках выход розового пластилина он очень оживляет чтобы он был побольше формируем опять же каплю все операции повторяем и начинаем утончение на краях так утончение на краях готово и мы делаем немножко вот такой вот гармошечку делаем такой опять же такой центральный прищип мы делаем как имитацию такого внутреннего значит внутреннего поворота листика даже если с начала работы у вас вот эта гармошечка на лепестке как бы получается не идеальной ничего страшного потому что любая лепка она она как бы требует определенного навыка навыка да вот если вы слепите не один ирис а например 5 6 или 7 то у вас постепенно вот этот навык и ощущением материала оно станет более таким тонким более гармоничным так проверяем да внутренние лепесточки у нас потихонечку подвяливаются да их они уже вот в целом стали держать форму гораздо более четко можно немножко даже стекой вот такой вот внутри подправить направление да вот этого основного соцветия то есть вместе с тычинками вот то есть очень важно чувствовать вот этот промежуточный момент когда еще пластилин поддается коррекции но он стал гораздо более таким уже пожестче да он не растекается вообще в руках как масло вот в этот момент можно внести какую-то промежуточную коррекцию отложили и долго фиолетовый лепесток оставлять не нужно потому что он тоже начинает заветриваться вот и соответственно точно также утончаем ему краешки делаем вот этот вот центральный прогиб вот и делаем вот этот вот вот эту вот гнутость ажурность на краешках лепестка и и аккуратненько аккуратненько синтезируем вот у нас собственно уже практически мы все сделали вот значит остается сейчас аккуратно главное не спешить дать лепесткам провялиться еще минутки ну где-то 3-4 да вот этот вот уже вот он прямо на глазах он становится таким более 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 негибким то есть он не растекается как масло в руках вот этот подсушился тоже да 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 хорошо вот собственно вот эти вот два лепестка можно уже аку аккуратно монтировать к внутреннему соцветию значит обратите внимание фиолетовый лепесточек я буду примазывать к основанию собственно в шахматном в шахматном порядке то есть что это значит это между между смыканием двух внутренних лепестков потому что именно такое строение идет у ириса а внешние лепестки они как бы расположены вот здесь вот между смыканиями внутреннего лепестка вот это просто такая структура цветочка и последний посмотрим подвялился он в принципе да практически подвялился значит вот тут у меня попал листочек ну это ничего страшного мы вот таким образом вот здесь вот примажем сейчас третий последний лепесток так мы его можем даже вот так вот задрать как бы немножко все выше вот таким образом значит посмотрите в основании как бы у нас образовалось такое смыкание вот здесь вот вот насколько вы на камере видите вот ну как бы немножко рисковатое не очень красивое поэтому значит это смыкание мы сейчас закроем дополнительным зеленым оттенком разумеется вот это смыкание вот здесь вот оно получилось таким достаточно плотным и широким но этого не нужно пугаться потому что если там оставить пластилина от лепестков слишком мало есть шанс того что лепестки как следует не склеятся между собой то есть они не пересекутся в достаточной плотности значит теперь наша задача красивой декоративной полосочкой опять же из белого из желтого и зеленого пластилинчика сделать такую окончательную окантовочку я плотно закрываю пакетики чтобы у меня ничего не пересохло и эту полосочку делаю опять же разноцветной просто вот такой вот небольшого размера ажурный пикантик ну где-то по высоте миллиметров 7 наверное да потому что если он будет уже да он плохо вот это вот основание ну как закроет вот я беру сейчас я это постараюсь сделать как бы чтобы вам было видно в перевернутом варианте и вот так немножко под углом под углом распределяя вот этот пластилин пластилин зеленый я аккуратно замазываю даю напоминающий нижний листик такую плотность даю вот этому зеленому пластилину такой как будто воротничок на кофточке да воротничок на кофточке делаю большими пальцами так вот аккуратно стаскиваю часть пласта вниз по стебельку и вот так вот аккуратненько долепливаю это все можно это сделать как бы немножко на угол на угол да так вот на угол с устремлением вверх вот мои лепесточки уже прям очень хорошо сейчас обветриваются они начинают фиксироваться и посмотрим значит какой этот цветочек у нас получится в законченном состоянии минут через 15